Новым уполномоченным при президенте по правам ребёнка назначена Анна Кузнецова. Утром 9 сентября глава государства своим указом отправил в отставку прежнего детского омбудсмена, адвоката Павла Астахова. То, что уроженка Пензенской области теперь занимает эту должность, сообщается на сайте Кремля. Перед назначением президент провёл встречу с Кузнецовой. Я думаю, что такое решение президент принял ещё и потому, что на Пензенской земле этому вопросу уделяется самое пристальное внимание. И что Анна Юрьевна Кузнецова многие годы занималась этой проблемой сама непосредственно, оказывала помощь. Это высокая оценка её общественной деятельности на посту руководителя фонда Покров благотворительного по решению тех проблем, которые касаются поддержки материнства и детства. Среди кандидатов на это место в списке Президиума Совета по правам человека при президенте было трое. Это исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, ответственный секретарь Совета Яна Лантратова и член Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова. Также Совет Федерации предложил своего кандидата, сенатора Валентину Петренко. С новой защитницей прав ребёнка при президенте России познакомил общественность пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Он отметил, что человеческие качества Анны Кузнецовой позволяют надеяться на то, что она сможет быть эффективным омбудсменом. Я Аню знаю 16 лет, и Аня, с точки зрения того, что она сделала, во-первых, это достаточно целеустремлённая, достаточно организованная, сильная духом женщина. В Пензенской области Анну Кузнецову знают в первую очередь мамы. Она известна как благотворитель, общественный деятель, президент фонда по поддержке семьи, материнства и детства «Покров», который был основан в 2010 году. За время его работы была оказана помощь сотням жителей Пензенской области, семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, детям с ограниченными возможностями здоровья, молодым мамам. Пензячка Юлия Князева, подопеченная фонда «Покров», две недели назад родила сына Пашу. Сейчас у девушки жизнь налаживается, но в феврале, будучи беременной, она осталась без крыши над головой. Тогда Юлия решила обратиться за помощью к Ане Кузнецовой. Я ей очень за всё благодарна. Спасибо ей большое за её понимание, внимание, ласку, заботу, что она уделяла столько времени. Сирота Алена Артюшина оказалась на улице с двумя маленькими дочками. Решить квартирный вопрос ей тоже помогают в фонде «Покров». А сама Анна Кузнецова стала ей родной. Она мне и помогает продуктами, помогает поддерживать, помогала даже как-то крестить. Она помогала. Благодаря ей всё это забивает. Благодаря различным социальным инициативам, конкурсам, организованным фондом «Покров», были спасены сотни жизней не только в нашем регионе, но и за его пределами. Мы сбились со счёта, сколько регионов уже реализует наш проект. По нашим положениям разработано в Пензенском регионе. На самом деле мы очень рады, что вот эта идея, рождённая на нашей земле, может быть, помогла сохранить не одну жизнь и не только на территории нашей области. Теперь уроженка Сурского края имеет возможность помочь жителям всей России. Говорить о своём назначении Кузнецова не спешит. В интервью одному из федеральных информагентств она сказала, что комментировать это событие пока ещё рано. Анжелика Пальцева, Роман Осин, Елена Моисеева, Олег Сысоев, Телеканал Экспресс.